друзья всем привет с вами снова я меня зовут андрей и это канал блогаков play мы продолжаем читать читалку лесной олень у нас я что-то пока запускался играю задумался как долго будет длиться данный сценарий короче поехали не к пойдем сейчас подожди минуточку кошмар никак не отпускал перед глазами все еще стояли острые клыки твари готовы и шпиться мне в глотку вода должна помочь после нее такое не снится вы аккуратно там далеко не заходите ничего с ними не будет сейчас совсем светло и все равно лучше проверьте ловушки и сразу назад зная они все чай немали немаленькие давай они не знаю как но арсенович удалось уговорить его на партию в нарды дёр сначала много ругался не понимал правила потом выиграл свою первую в жизни партию я был почти уверен что дед подался чтобы не спугнуть нового соперника они играли уже третий раз и судя по доске в этот раз у юры не было никаких шансов эхо помнишь как ванька мне рубашку проиграл этот малах малахольный он хоть раз тебя победить смог не мы же не будем считать те разы когда я нарочно проигрывал юру покачал головой и не было почему он тогда от радости так орал всю деревню поднял таким счастливым я пацана никогда не видел я тогда и понял что это мужик хороший чё я готовы идем угу возвращайтесь до темноты такая не понял а почему юрид остался в нарды играть пусто я глядел ловушку со всех сторон не намеку на дичь даже приманка осталась нетронутой но ничего страшного мы ведь только начали впереди еще много капканов хоть в одном да должно что-то оказаться у тебя как тоже ничего не к вынырнул из соседних кустов и вздохнула тряхнув себя листья и налипшую паутину она решительно зашагала вперед по тропинке ну куда ты так рванула пришлось ускорить так чтобы поравняться с ней я взял ее за руку лес сегодня спокойной твари не слышно мы далеко от чаще давай не будем спешить слишком уж лес спокойный капканы опять пустые юра пойдет завтра в другую часть леса там должно что-то быть как и здесь прости я сегодня не выспалась после твоей воды в голове сплошной кавардак я машинально коснулся фляги на поясе она почти опустела пара глотков перед сном уже не хватало мне хотелось пить все чаще ты просто еще не привыкла не хочу привыкать и тебе не надо это страшная вещь это вокруг нас страшные вещи а вода помогает ты бы видела ручей там так красиво прямо как светлым завтра о а пойдем туда по пути как раз осмотрим остальные капканы ника недоверчиво покосилась на меня я не хочу оставаться в лесу дольше необходимого давай еще светло нам ничего не угрожает тому же нам все равно идти в ту сторону хорошо только быстро и ловушки оказались пустыми ну-ка пустыми я стиснул зубы да в чем прикол тут эти твари бегают конечно не жрут всякую дичь юры и так приносит слишком мало еды а тут еще и все зверью помнила придется тратить слишком много времени на то чтобы гонять дичь по всему лесу а ведь могли бы уже выследить олени и больше никогда не заморачиваться по таким пустякам как еда слышишь то голос вероники вернул меня в реальность неподалеку от нас раздавался журчание воды дома почти у ручья идем опять чудо ручей я уверенно повел нику через кусты и уже через пару мгновений мы стояли у кромки воды никка восхищенно оглядел с по сторонам я усмехнулся иногда она прямо как ребенок таким мелочам радуется хотел бы я чтобы это происходило чаще матри она указал пальцем куда-то вдаль я повернул голову но увидел лишь плотную стену из ели вдалеке их пике выстроил выстраивали невероятную линию горизонта ты был прав здесь так красиво я протянул руку чтобы обнять жену но она уже присела на корточки перед водой и опустила в нее руки опустила и сразу же отдернула ой холодная я хмыкнул а ты чего хотела в ручах всегда вода холодная вероника наигранно насупившись тряхнула руками в мою сторону лицо моментально обожгло холодом и она засмеялась впервые за долгое время в лесу хорошее место я полез руками в карман ища фляжку надо набрать еще воды пока мы здесь было бы идеально если бы не это я же говорила не надо да ладно тебе от пары глотков ничего не будет от реальности ведь все равно не убежишь а вдруг вот эти вот все твари те кто перехлебал вот этой воды попробуешь один раз другой забудешься а потом раз она грустно уставилась куда-то себе под ноги правда тебя понять можно реальность совсем грустная стала тут имеешь ввиду я прекрасно знал ответ на свой вопрос лес выматывает людей а последний в последнее время все так беспокойно раньше мы ругались редко а сейчас напряжение и не думал спадать я приобнял нику и она тут же положила голову мне на плечо после свадьбы все как будто еще хуже стало дело даже не в тебе просто я думал будет как-то попроще что ли а в итоге то эти звери жуткие у нас под окнами бродят то все ссорятся пару дней было хорошо потом все пошло наперекосяк и обнял нику покрепче ты же сама понимаешь ты ничего нельзя нельзя сделать придется немножко потерпеть пока не поймаем оленя последнее время я думаю что мы его не поймаем или что оленя не существует вовсе и из этого бардака нет выхода он существует иначе все это напрасно ты правда считаешь что все это напрасно вероника отстранилась и жалобно посмотрела мне в глаза ты не понимаешь свадьба ничего не изменила как раз потому что мы гоняемся за оленем и забываем друг о друге с каждым днем мы видим все все реже ты уходишь от меня все дальше давай больше времени проводить вдвоем пожалуйста ее губы дрожали но ведь это зависит не от меня в лесу мы не сможем быть вместе по настоящему слишком много времени уходят на то чтобы просто выжить она покачала головой я так от этого устала я тоже это закончится когда мы я не хочу я слушать про твоего оленя просто подхватили ее голос и стали эхом перебрасывать друг другу ника встала и обняла меня мелко дрожа пойдем отсюда засиделись мы с тобой она даже не подождала меня просто развернулась и зашигала вдоль ручья я быстро нагнал ее и мы пошли вместе полнейшей тишине даже ручей казалось решил журчать тише я не хотел смотреть на мою жену так что я уставился себе под ноги смотри тропинка эту протоптали не мы я об этом же посмотрим может там еще один юрин капкан как хочешь мы осторожно пробирались через зельник раздвигая тяжелые колючие ветви скоро мы вышли на странно знакомую полянку дежавю я никак не мог вспомнить где я ее видел трава была примята как будто по ней кто-то прошелся осторожно отодвинув ее в сторону я замер от счастья влажная земля была испещрена следами копыт это был не сон чего вот смотри я подвел веронику поближе показала и следы олень был здесь я видел это все наяву то понимаешь ника олень где-то рядом и скоро он будет наш вероника ошарашенно смотрела то на следы то на меня и точно уверен что этого да я видел эту полянку и оленины на ней боем сне и вот гляди следы и сходятся хотел сплясать о счастье все эти страдания были не зря олень почти у нас в руках может быть он недалеко ушел надо идти за ним я был полон решимости следы вели куда-то на восток я сделал был шаг вперед на них схватила меня за руку постой ну чего там посуде давно тебе олень олень снился вчера что так он за день далеко убежать мог в одиночку ты его не выследишь пойдем лучше расскажем нашим ведь я вздохнул в ее словах был смысл хорошо давай только быстрее следы так близко впервые за полтора месяца надо рассказать об этом юре с арсеновичем и скорее вернуться в лес пойти по следам да хоть сидеть всю ночь засаде только бы не тратить время зря он рядом он где-то рядом нельзя его упустить но юрца над брать о приплелись что-то долго вы куда ходили кручу где арсенович да иду я иду голос раздался из комнаты кручу значит ну что как водичка вероника неопределенно помотала головой место красивая понимая чего вы там вам так оно нравится юра хмыкнул ну да красивая хожу туда полюбоваться ручейком не издевайся миша мне сказал про воду а вот она что он мельком посмотрел нами и ты пробовала вчера вечером я не знаю как это описать это очень странное чувство как будто ты больше не здесь да меня это пугает я не стану больше ее пить делал твое юра облизнул губы лес очень сложно без хороших снов но чего вы тут я видел следы юра вздрогнул где ручья если идти вдоль него от дома с нашей страны да ладно наконец-то впервые за полтора месяца так собираетесь надо идти туда искать тропу подождите миша следы свежие на вид не особо может тогда не будем торопиться мы раньше находили старые следы да но это было давно а сейчас олень совсем рядом юра точнее скажет но по моему следы недельной давности погоди погоди дай подумать он не сильно стукнул себя кулаком по может имеет смысл провести там ночь в любом случае нужно больше капканов да постойте вы что один я помню про медведя арсен шпатер виски лес киши тварями а вы собрались идти туда на ночь глядя жить надоело слова были как пощечина я сделал шаг вперед мы не первый день в лесу все понимаем это шанс ты разве не видишь анс наконец-то вырваться отсюда больше не беспокоиться за свою жизнь мы должны рискнуть а если вместо оленя на тебя выйдет медведь или какая другая тварь уже слишком поздно лучше пойдем туда завтра дед прав что-то нас занесло он закусил губу за сутки олень никуда не денется так что завтра я смотрю тропу и поставлю капканы я что с вами со всеми он же почти у нас в руках эй хочешь чтобы тебя откусили жопу вперед иди в лесу один а я помирать пока не собираюсь внутри закипала злость ладно арсенович я еще готов был послушать но юр терпеть уже не было сил я сжал кулаки и вдруг почувствовал как меня схватила веранника прекратите ура отвернулся тяжело вздохнул ладно я к себе надо много чего на завтра подготовить боже да и сил пережить все это он выглядел уставшим и потерянным дед смотрел то на меня то на веронику как будто искал поддержки тяжелые времена сплошные ссоры просто все устали не волнуйтесь как-нибудь справимся да уж конечно как будто у нас выбор есть он кряхтя зашагал вглубь хижины мы молча пошли за ним а где вы следы видели ручья какого ручья лесу их много в глубине леса где-то к западу у которой с волшебной водой какой какой водой миша вам не рассказывал ника посмотрела на меня я думал ты знаешь есть ручей рядом с чаще туда еще юры на охоту ходят если выпить воды из него то я замялся все это вдруг показалось мне чем-то стыдно ходить глубоко в лес набирать непонятную воду чтобы что видеть хорошие сны убежать от леса на несколько минут в общем после нее снится всякое я видел оленя который стоял у ручья и теперь мы нашли следы арсенович это все не просто так погоди миш погоди ты говоришь о видениях ну да вода которая вызывает видение он замер погруженные свои мысли ты чего да я подумал что ладно не бери в голову лучше я попрошу тебя кое о чем можно конечно отведи меня туда посмотрю что за ручей у вас без проблем вот и славно давай тогда отложим эту тему на завтра тогда ужинать давай тебе помочь не надо я быстро подождите ним едут нет и там помогать она убежала на кухню а мы с арсеновичем сели большой комнате уже через минуту раздалось шкварчание мяса на сковородке и хижину заполнил восхитительный запах мяч слюнки потекли то ты ерзаешь проголодался и то слово конечно полдня в лесу шляться ух я раньше после такого за четверых ел то не всегда готовила много а соседи причитали что я всю деревню объедаю не в лицо конечно мне это говорили я же главный добытчик был но шушукались постоянно когда думали что я не слышу лопнула дверь и в комнату вошел юра он вцепился в свою куртку и а взгляд блуждал из стороны в сторону еще четыре а если я успею заменить пружину то можно будет зайти глубже юра где с нами посидеть внутри что-то неприятно кольнуло но я промолчал надо успокоиться и постараться вернуть все на круги свои не можем же мы и дальше орать друг на друга вот и там считал наши капканы думаю как только найдем оленью тропу можно будет принести туда ловушки из другой части леса часть еще надо поставить перед домом много дел много дел и не говори его зеленые глаза буравелями я уставился на юру в ответ ну же скажи что-нибудь я же вижу тебя прямо распирает он молчал только ритмично постукивал пальцами по ноге то я наконец не выдержал ничего пойду лучше с вероникой поговорю он протянулся и направился в сторону кухню мы с арсеновичем переглянулись у чего вы самом деле только и делаете что цапаетесь нормально все было не знаю я все в последнее время не так лес последняя из нас высасывается все на нервах твари еще они мне снятся уже понимаешь понимаешь даже дома не могу отдохнуть нигде не спокойно а как же вероника вероника знаю у нас не тоже как-то не ладятся цапаемся как ты говоришь я чувствую что у нее кончается сила она не хочет отдавать у себя погони за оленем у себя говоришь он наклонился ко мне помнишь я тебе на свадьбе сказал да вот и держись за нее знаю тяжело сейчас но ты не сдавайся кто вокруг хочет чтобы ты руки опустил вот и помни про веронику она не даст тоске утонуть вы же муж и жена не просто так и понарошку ты можешь сделать ее счастливой она тебя даже здесь лесу это получится главное держитесь друг друга я только кивнул что мне тут отвечать какие эмоции словами не выразишь захотелось пойти книги про книги и почитать ее пойти к книге прижать ее к себе и не отпускать и чтобы она тоже меня обняла прямо сейчас ладно скоро вернусь мне понадобилась секунду чтобы пересечь комнату и только тут я понял что забыл про юру он стоял облокотившись на кухонный стол и не сводил взгляд с вероники повезло мише с тобой сильно повезло ладно что ты пришел меня в краску гонять иди садись лучше а почти все готово эх что же ты меня гонишь дай хоть немного в женском обществе посидеть ой на коля вероника поджала губы схватила за сковородку чтобы чем-то занять руки она переступалась ноги на ногу и старалась не смотреть на юру ой как будто тебе общества не хватает идем целыми днями вместе не ну а как у миши ты есть у арсенца у арсеныча целая жизнь которую вспоминать можно а у меня что ни жены ни детей только цель олень поймать а там светлом завтра будет семья у меня не будет ну что ты начал хандрить давай взбодрись сейчас ужинать будем только не говори мне под руку пожалуйста никакой хандры ты не думай надеюсь на светлое завтра все такое но сейчас ты сейчас ничего нет эх будь с нами девушка такая же как ты я бы женил сразу четыре года бы не ждал ух я бы ты охренел ты о чем с моей женой разговариваешь он медленно перевел взгляд на меня с и с лобился а что мне теперь с никой говорить нельзя мне может душу излить некому выговориться надо вон карсен чуде или в лесу можешь парать так так парать пар выпустить но с такими разговорами к моей жене не лезь а то что жал зуба я ведь ударить могу ну давай рискни а ну хватит совсем уже разошлись оба ник я же тебе пора успокоиться ты живешь не один хватит цепляться к людям а ты она повернулась к юре самом деле не забывайся я все понимаю в лесу бывает одиноко но у меня муж есть я вас всех готов поддержать но знай меру ладно прости он быстро посмотрел на меня но ничего не сказал ника только вздохнула и махнул рукой пойдемте за стол у меня все готово страсти накаляется оставшийся вечер прошел в тишине никто из нас не мог да и не хотел ничего говорить о проснулся уже я мельком глянул на часы половины седьмого и правда что-то рановато арсенов всегда просыпался первым и уже самого утра хлопотал по дому совсем как моей бабушка с дедушкой так было сегодня пока все спали он уже успел приготовить нехитрый завтрак и ждал остальных за столом доброе утро зря ты так напрягаешься с утра пораньше тебе бы отдыхать больше он лишь отмахнул мне не сложно да и и спится в последнее время плохо амулет не работает травы не помогли он покачал головой но смотрю у него уже это у него уже как бы очертания появились он должен работать по всем признакам должен любой шаман сказал бы то же самое разве что во всех легендах говорится чтобы что-то получить надо дать взамен не менее ценное ты меня пугаешь то а да не бери в голову просто стариковские бредни как тебе спалось то так себе если честно одна вода из ручья и выручает давно ты эту воду пьешь нею юра ручей показал сразу после нашей с некой свадьбы тогда впервые попробовал ясно соседней комнате раздался приглушенный 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 трель будильника вскоре порог нашей спальни перешагнула ника сонно потягиваясь и зевая на пасты ну ладно хранимся она постоянно с этими с цветочками волосах доброе утро добрая да добрая он отрешенно смотрел перед собой ника пошла на кухню к умывальнику и заметила горячую кастрюлю на плите давид арсен что сколько раз я вас просила поберечь себя завтрак и я приготовить могу да ладно мне только в радость вот так рано встала кстати потупив взгляд она молча принялась разливать по тарелкам кашу м доброго утречка мы не заметили как дверь спальня распахнулась и юра вошел в кухню он сел на свое место откинулся на спинку стул и вальяжно улыбнулся чем это так пахнет ника ты опять чего то что ли тут самого рассвету плиты колдуешь пожалел бы себя хоть арсенович завтрак готовил я процедил это сквозь зубы непроизвольно сжав кулаки наш главный герой йогу дался уже с этой водой последнее время заехать по наглой физиономии хотел все чаще юра ничего не заметив склонился над своей тарелкой вон часы смотрели даже семи нет а сам чего-то кран поднялся он отложил ложку перестал жевать и удивленно посмотрел мне в глаза мясо само себя не поймает пойду ловушку проверю поохочусь дичи в лесу в последнее время мало стало вот я решил выйти с самого утра это ни к чему сегодня мы с мишей капкану проверяем дед а ты откуда идти ведь далеко тебе беречь себя нужно а оставь походы в лес мне то что вы все заладили береги себя отдыхать надо что мне уже на свалку пора да я уже устал сидеть дома и бить баклуша решено сегодня в лес идем мы с мишей арсенович возражение не принимается сиди сегодня дома да отдыхай он рывком поднялся из-за стола и засеменил в сторону своей комнаты миша собирайся выдвигаемся через двадцать минут я перевел взгляд на его тарелку и понял что он почти она почти полная арсенович так и не притронулся к каше который сам же и сварил извини казалось лес стал мрачнее прежнего редкие лучики солнца пробирались через плотную стену хвои и освещал наш путь может быть хвои пришлось держаться ближе к арсеновичу чтобы не потерять его в полумраке я знаю что вы не со зла просто ты посмотри на меня я ищу углу в подтверждение своих слов он выпрямился и раздвинул в сторону две могучие еловые лапы перегораживающие ему путь я ведь хочу поймать оленя вместе с вами а не просто прийти на готовенькое вам и так не сладко приходится а я могу помочь хотя бы это не забирайте у меня мы шли вперед все дальше в лес чаще перед нами чаще перед нами сгущалась то и дело норовяя заколоть хвоей ну да хвоей и запутать в паутине идти по тропинке становилось все сложнее может не надо было юру дома оставлять да ничего он малый не глупый все понимает арсенович понизил голос какой ты не такой юра в последнее время не нравится мне что он так рвется в лес не хочу никого обвинять раньше времени если тот ручей это то о чем я думаю то то что плохо дело вот что идем дальше наконец-то лес ослабил колючую хватку деревья раступились в сторону пропуская нас на тропинку до ушей донеслось знакомое журчание воды почти пришли ну я тебе говорю какой-то злобный ручей ручей встретил нас прохладным ветерком лесу и дышать сложнее стало ты заметил угу я вдохнул полной грудью а здесь так спокойно не спеши обманываться он сосредоточенно взглянул то в блики на воде то в чаще на другом берегу иди сюда только тихо что там звери видишь следы и правда трава на том берегу была примята а земля разворшена как будто кто-то или что-то копался здесь что-то очень большое черти лицо Арсеновича не предвещало ничего хорошего чего я думал это просто легенда а оно вот как оказывается он со вздохом сел на землю и почесал подбородок не сводя глаз с того берега ни хера себе картинка поменялась ну-ка мне еще в детстве бабка что местные шаманы заколдовали лес так чтобы ни один черный зверь не тревожил покой людей они проложили границу через одну из лесных речушек и назвали ею муяс черти не могли больше утаскивать людей в лес а ослабили и ослабли и так и остались на своей земле он вздохнул ну-ка ну-ка мне интересно они хоть и не могли перейти на другой берег но повадились пить воду из речки и отравлять ее своим темным звериным нутром как я и говорил и так появилась узел фонная вода как интересно сколько разных персонажей если человек выпьет такой воды и впустит в себя звериную сущность сам зверей превратится как я и говорил ты мне скажи вот что он вдруг повернулся ко мне тебе юра показала это место так он тоже пил воду из ручья да мы вместе тогда ее пили он сокрушенно покачал головой и встал с земли обещай мне что больше не притронешься к этой воде обещаю журчание ручья больше не вселяло спокойствие вода вдруг показалась опасной ядовитой меня передернуло мы с арсеновичем будто прочитали мысли друг друга повернулись и зашагали обратно в чащу подальше от ручья прикол деса если человек выпьет такой воды и впустит в себя звериную сущность сам в зверя и превратится из-за этого мы с юрой орем друг на друга вода меняет нас нет нет это просто легенды дед не может знать наверняка мы просто на нервах вот и все вода не сводит нас с ума ну а Ника тоже ее пила вдруг она по спине поползли мурашки арсенович словно прочитав мои мысли обернулся ко мне и тепло улыбнулся не переживай все будет хорошо ты сильный человек зверь тебя попросту не сломает ничего худого не случится а юра а на юру ты так не греши он тоже будет будет в порядке представь предоставь все мне внутри хижину уже витал приятный аромат еды Ника как раньше колдовал у плиты что-то напивая себе под нос арсенович с юрой раскладывали фишки по доске для нарду ничего себе как деду удалось так быстро его уломать ну что как улов сегодня он смотрел на мои пустые руки с вызовом вот скотина сам ведь знает что дичи нет уже неделю даже к приманке никто не прикоснулся помнили они там все разом что ли или может что-то их отпугивает дед ходи уже арсенович не слышал полностью погруждевшись в свои мысли может быть те черти лесные слушай юра что мы до ручья ходили и видели там звериные следы скажи ты воду из него не пил юру словно подменили его глаза забегали привычная ухмылка слетела с лица причем тут это черти границу просто так и не переходят кто-то или кто-то позволило им сделать вот я и пытаюсь понять в какой момент все пошло не так и что хочешь сказать что это я во всем виноват попил водички из ручья и лично привел нам под окно медведя я опешил спорить с мудрым арсеновичем не решался никто как то не по себе стало от этого как юра повышает голос на пожилого человека на своего друга раньше он такого себе не позволял я тебя ни в чем не обвинял голос давида не дрогнул да а по тебе не скажешь если ищешь причину всей этой херни выйди на улицу оглянись мы в лесу понимаешь да но раньше лесные не подбирались к нам так близко я же рассказывал тебе про узел что если этот ручей она в чем здесь я дед если хочешь знать Миша вообще этой воды во фляжке набрал и теперь носится с ней почему ты рассказываешь это все мне а не ему он нервно барабанил костяшками пальцев по доске я стиснул зубы да что с ним не так снова захотелось его ударить но Ника вовремя выпрыгнул из кухни опять ссоритесь пойдемте лучше ужинать я уже накрыл все подожди он бросил испепеляющий взгляд на Арсеновича отвечай я уже поговорил обо всем с Мишей он мне пообещал что больше не будет ее пить ты и ты завязывай с этим дед ты в своем уме ты чего вообще взял что я ее пью на лице Арсеновича не дрогнул ни один мускул но в его взгляде что-то неуловимо изменилось так ты же сам вчера говорил что часто ходишь к ручью то в лесу сложно без хороших Юра замялся и что мы же с тобой знакомы тысячу лет ты меня как облупленного знаешь скажи стал бы я пить узел стал бы Юра отвечай от его крика Ника вздрогнула бесшумно а прокралась ко мне и выжалась в плечо мне и самому стало немного страшно Арсенович лишь вздохнул я же не желаю тебе ничего плохого не излись ты так да я совершенно спокоен его глаза метали молния я только понял понять не могу чего это ты своего друга упрекаешь не упрекая предостерегая он снова вздохнул вертя в руках игральную кость мы же с тобой никогда не ссорились сейчас я тебя вообще не узнаю куда подевался старый добрый Юра неужели узел настолько тебя изменило Юра пару раз вздохнул выдохнул собираясь с мыслями и заговорил нарочит и спокойно я все тот же глаза его глаз его дергался я не сомневаюсь но пожалуйста перестань ходить к ручью да пошел ты ударом руки он смахнул нарда со стола черно-белые фишки а весело запрыгали по полу мы с Никой замерли прижимаясь друг к другу ты что вообще не слышишь что я тебе говорю успокойся заткнись вы все заткнитесь он чуть ли не бегом добрался до двери и наскоро натянул на себя охотничьи сапоги ты куда? подальше от вас толку здесь сидеть если вы меня не слушаете одна дверь силой захлопнулась за ним мы ошалело смотрели на порог где еще пару секунд назад стоял Юра а повисла гнетущая тревожная тишина прерываемая лишь тиканьем часов арсенович сидел в углу и что-то бормотал потирая лоб так продолжался уже почти час Юра все еще не вернулся может надо сходить поискать его этого урода нет если хочешь хочет обижаться как маленькая девочка пусть сидит в лесу не маленький сам вернется Миша а что он у меня уже в печенках сидит орет к тебе лезет с арсеновичем зачем-то поругался я не собираюсь идти его успокаивать уже темнеет тиканье часов было самым громким звуком в мире я не мог отвести взгляд от стрел каждый тик приближал заход солнца совсем скоро лес окутает темнота и тогда еще чаще выйдут твари в этом я не сомневался слишком уж много их было в последнее время нехорошо он вдруг встал пойду за Юрой даже не думай кто знает куда он ушел а закат совсем скоро пойду я что ж ты за упрямец он поссорился со мной значит я возвращать его мне и я тебе говорю не спорь вот пойдешь ты в лес и сгинешь там думаешь мы с Вероникой здесь выживем сможем добраться до какой-нибудь деревни я даже слушать об этом не хочу а если тварь сюда придет как в прошлый раз кто будет Веронику защищать я стиснул зубы я не могу тебя одного отпустить а вдруг что случится я же этого не прощу себя он улыбнулся и похлопал меня по плечу надо Миша надо больше некому ты должен остаться здесь с Вероникой пообещай что не пойдешь за мной Арсенович пообещай его глаза хмуро смотрели на меня из-под гвустистых бровей что творится у него в голове как он вообще может так легко рисковать своей жизнью и говорить об этом как о прогулке но я не мог его возразить не находил слов не можем же мы позволить Юре умереть я тяжело вздохну ладно обещаю вот и хорошо а то я тебя знаю побежишь за мной на ночь глядя он рассеянно улыбнулся в конце концов нельзя получить что-то не отдав себя всего не волнуйся я быстро вернемся с Юрой вы и заметить не успеете хлопнула дверь мы с Никой остались одни Миш им все будет хорошо правда конечно милая конечно я осторожно обнял ее в голове был полный кавардак я не понимал что делать заняться домашней рутиной разве сейчас это уместно все внутри сжалось как пружина нельзя сидеть просто так только обещание держало меня на месте тиканье часов превращалось в пытку прошел еще час а мы не сказали друг другу ни слова о чем говорить в такой ситуации об олене о нас об огороде да хижине это все казалось неправильно за окном совсем стемнело деревья уже почти нельзя было разглядеть я больше не могу я пойду за ними но ты же пообещал не надо было не надо было этого делать что за бред они там одни в темноте а я должен сидеть в хижине я знаю но мы должны доверять Давиду Арсеновичу сам подумай сколько раз он по лесу один ходил в молодости Ника ему почти шестьдесят и всю свою жизнь он провел в лесу он знает что делать тут звучишь не слишком уверенно она запустила пальцы в волосы конечно я ведь за него волнуюсь я неотрывно следил за секундной стрелкой круг за кругом круг за кругом как будто она издевалась надо мной один круг ничем не отличался от другого Арсенович с Юрой все еще в лесу олени мы так и не поймали круг за кругом круг за кругом все я вскочил пускай Арсенович говорит что хочет я иду за ним дверь распахнулась смотри какой ужасающий взгляд и в хижину ввалился в долговязая фигура в камуфляжной куртке Юра бледный как смерть тяжело дыша и смотрел на нас полными страха глазами что что случилось твари много тварей я еле удрал подожди-ка где Арсенович он нашел меня мы поговорили он вдруг качнулся и схватился за стол чтобы не упасть Юру трясло твари появились из ниоткуда сначала у нас получилось их отогнать но потом в его руках появился оберег Арсеновича крошечная фигурка была вся покрыта бурыми пятнами дед дал мне амулет и сказал бежать а сам бросился в другую сторону твари тогда замешкались не знали кого преследовать может ему удалось улизнуть я иду за ним стой куда мы не можем его бросить стой я тебе говорю я попытался пройти мимо Юру но он схватил меня за грудки и оттолкнул назад Вероника тут же подбежала ко мне и вцепилась в руку но я и не думал лезть в драку ты чего он же там в лесу надо помочь ты не поможешь если сдохнешь но ты что не слышишь чудовище вот по твоему просто исчезли они бродят там в лесу ждут свой обед думаешь дед хотел бы чтобы тебя сожрали я скривился мы будем искать его утром выходить сейчас самоубийство но он умрет там Юра вздрогнул его взгляд вдруг сделался таким тоскливым как у брошенной собаки он ему придется справиться сейчас мы никак не можем помочь я смотрел на Веронику она чуть не плакала я хотел было что то сказать но она отвернулась я вдруг почувствовал себя таким беспомощным маленьким мальчиком в большом страшном лесу милая пойдем я осторожно взял Нику под руку тебе лучше поспать Вероника покорно позволила увести себя в спальню как только мы дошли до кровати она молча легла и свернулась калачиком ее плечи мелко затряслись все глотка пересохла я протянул руку хотел прикоснуться к ней но не стал не мог заставить себя лечь рядом вместо этого я развернулся и вышел из комнаты Юра успел уйти к себе я остался один глазам подступали слезы вместе с ними наружу рвались смех со злостью желание разнести здесь все я не беспомощный лес меня не победит лес меня не победит у-у-у-у-у-у-у-у-у-уу-у я застонал и упал в кресло что то тут же впилось в ногу я поморщился приподнял приподнялся и достал из кармана свою фляжку которая крышкой царапала кожу сейчас бы не помешало что то хорошее я уже начал отвинчивать крышку как вдруг замер что и дело буду сидеть видеть хорошие сны Просто закрою глаза и притворю, что ничего нет, что Арсенович не пропал в лесу. Ком подкатил горло, и я изо всех сил швырнул фляжку в угол. К черту, к черту все. Арсенович, только держись. Пожалуйста, не умирай. Мы скоро. Я снова уставился на часы. Круг за кругом, круг за кругом. Он постепенно брал свое. Надо было встать, пойти к Нике, но ноги отказывались слушаться. Не было сил даже отвести взгляд от часов. Круг за кругом, круг за кругом. Ух. Ну че, можно сказать. Тяжелые ветки цеплялись за одежду, не давали мне пройти. Ткань с треском рвалась, но я упрямо шел вперед. В темноте рыскали монстры, и я знал это. Не было никакой причины идти в лес так поздно. Надо было вернуться, но ярость не позволяла мне этого сделать, а ружье за спиной придавало уверенность. Пока не стемнело, я могу побыть здесь еще немного. Кусты зашевелились. Я замер. Кто-то бродило совсем рядом. Черт, как я могу пропустить? Идиот, в лесу нельзя отвлекаться. Я не знал, кто прячется в зарослях или сколько их. Надо уходить, медленно. Главное не шуметь, тогда есть шанс выжить. Кусты снова зашуршали. Я схватил ружье, даже не понимая, куда целиться. Сердце стучало, как бешено. Я думаю, что это ему снится. Паника поглотила мой разум. Не оставила места для мыслей. Кто там? Не подходи. Из зарослей выступила темная фигура. Выстрел оглушил меня на секунду, а потом мрак как будто рассеялся. Передо мной стоял Арсенович. На белой майке быстро росло красное пятно. Нет, нет, нет. Он начал заваливаться назад, и я бросился к нему. Он был таким легким, как будто почти вся кровь успела вылиться. Держись, я тебя донесу. Ты только не умирай пока. Неподалеку раздался воль. Лесные чудовища услышали пальбу и уже бежали сюда. Черт, ладно, сейчас будет больно. Только потерпи. Не надо. Одной рукой он схватил за мое плечо, а другой что-то положил мне в карман. Не успеем вдвоем. Спасайся. Твари рычали совсем близко. Их ужасная вонь смешивалась с запахом крови. Беги. Эти слова подействовали, как толчок, и я сорвался с места. Твари позади лязгали зубами, радуясь легкой добыче. Было слышно, как пытается кричать дед, чтобы привлечь к себе их внимание. Какофония позади становилась все громче. Страх внутри становился все сильнее, и я проснулся, судорожно нахватая ртом воздух. Фух. Все. Вот на этом мы как раз и сохраняемся, и продолжим уже в следующей серии. Тяжеловато. Так, читать вроде, ну, когда читаешь про себя книжку, ты же не тараторишь, надо водичку с собой брать. Мне кажется, что одна-две серии осталось таких полных, и история данная закончится. На этом мы на сегодня заканчиваем. Плейлист игры будет в описании. Подписывайся на канал и на паблик в ВК. Ставь лайки, оставляй комментарии. До следующей серии, друзья. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok